сейчас говорю так слушаем дальше вот это вот сейчас я вспомню ролики я не смотрю они портит вебинар расходится голос и изображение но я сейчас не помню сейчас я нажму весь ролик то я не буду крутить там за облаками там-там-там-там не помню вы чё-то не скрываешься я же открывала только не помню об чем вторая попытка и последняя я тут все вроде по делу только говорю много все отказываешь только как теперь сделаю так чтобы она не крутилась а теперь все я влип ладно нет нет следующее интересно было увидеть фильм про черешню боднера побольше о ней узнать если есть такое видео то скажите я прощу на вашем сайте что я наверное вот это сюда может быть это было про модер в общем получилось так что все стало интересно я не разборок именно правильно открыт на youtube все остановил с удовольствием по железу о великом боднере сожалению это все что я нашел нет еще погодите я отвечаю человеку я сказал отвечу на вебинар как я ему так смогу ответить а ну как ну как вот я знаете что сделал я запомнил один из фильмов и он назывался рядом с великим вот вот он вот он царство его небесное один из трех сибиряков современников которые я считаю гениальным вот равных нет пока не нет извините господа ученые как-то или вы от нас прячетесь какой-то закрытый орден раньше мы были закрыты морден а нас никто не знал потому что нас плохо печатали меня железу запрещали печатать а ведь я всех рассказала всех то все бодные запрещали печатать было было теперь что получилось теперь закрытый орден не мы интернета не запретишь понимаете вот он рядом с великим наберите пожалуйста я отвечаю человеку хоть что-то хоть что-то вот вот смотрите ну а дальше уже нет вот еще мой ролик вот видите вот он мой ролик вот это я у него был какой был урожай мы отменялись книгами вот все больше ничего сказать не могу и умирая он сказал меня нет меня никто не знает это было страшно горько ведь он видел что он создал черешни немыслимые не только в этом самом в сибири она большая часть россии не выслимы и сейчас никому не нужен опять я оба на болевшую 5 я горько ладно но я на вопрос как мог ответить друзья вот так вот все давление поднимается у меня боже что зависит такая ольга чижевская воротынцева здравствуйте валерий константинович с ваших косточек растут абрикосы завтра привезут землю на участок и рассажу их на холмы ольга молодец мои абрикосы все я тебя хочу немножко папа пожирить мягко так мягко ну вот вырастила до этого времени растила в тепле понятно в тепле на как рассаживать то будешь как как ведь это самый страшный сейчас надо будет аккуратно разрезать достать считать иголокольные обеспечены ком не держится еще до осени туда бы ком сформировался единственный у кого ком не разваливается это у нашего друга у казахстанца у Кириллина Ивана Федоровича Иван привет я надеюсь здесь с нами вместе я его назначил зам по Казахстану серьезно больше некому пока у него уже свои ученики вот ведь самое главное я бы не стал бы себя даже вспоминать его он у меня выписал то ли тысячи то ли две кости и начал раздавать вы понимаете мне заплатил конечно там скидки прочее начал их раздавать как не уважать такого человека а вот это вспоминаем двухлитровые бутылка с отрезанным верхом в нее вставлено ну не нашел сейчас как получилось они исчезли куда-то это с твоего с этого самого с твоего ватсапа эти фотографии там где была бутылка сверху было вставлено надставлено надставлено еще этот самый торфедный горшок и буквально за несколько чуть ли не дней выросло где-то чудо и ты умудрился ком сохранить но этого еще можно посадить вот Оля ну ну не так надо растить то сколько ну пожалуйста есть возможность ладно бывает поросли раньше снег лежит бывает ну чё я жду темноту холод не давайте развиваться вот что я хотел сказать вот вам достаточно похвалить уж извините у меня этот самый у меня строгий очень очень интересная вещь ребята приходит письмо и вот эта фотография подскажите как как урожай урожай это урожай как ответить и вам бы так ответили или вырезаете часть веток веток но их много прореживать прорежут штампа нет карл вы что натворили немедленно все нижние ветки отряды так и слышу это самое голоса этих самых выпустите мережать штамп 50-90 сантиметров вы что натворили но это ладно и так вы уже поняли мою отрезать нельзя второе тоже есть такое ведь на полном серьезе когда человек пишет а у него еще есть звание у него есть должности что он пишет на видео вот это вот такое то есть он пишет всей стране это учебники это статьи где миллионы по этих самых читателей и вот он пишет внимание держите за стул видя вот это чудо изобилие неважно от возраста выщипывайте отрываете цветы оставляя по одному на десять нет да по одному на десять сантиметров то есть цветок 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 вот так смотрите вот это десять правильно длину два коробка вот а остальные а тут их тут их может быть на эти десять сантиметров и двадцать тридцать и вот целый день щипа этих вечера выщипали а кто вам сказал что тот один из вот тридцать выщипали один оставили тридцать выщипали двадцать выщипали один оставили десять выщипали один оставили где-то вот пять выщипали ну а кто вам сказал что оставшиеся на искалеченном дереве на котором сотни ран оставшиеся будут плодоносить вы думаете когда советы даете нормальным людям Так вот, друзья, вывод Принцип один Оставьте дерево в покое Оно один год даст такое урожай, второй раз меньше Третий вообще не даст И не смотрите, что это теплица Это еще не факт, что все будет благополучно А что вы думаете, у этих цветов Вредите или нет? Теплица это гадюшник Теплица это Газовая камера Уж тут-то Похозяйничать Ведь вы создали Условия Как у вас? Ой, я уже забыл Вот, я конкретно Четко прощаюсь Вы создали Теплица Субтропики Для прекрасного роста И развития Персика И тысячекратного развития Всех Носекомых И так далее Вот, вот что вы сделали Поэтому Биологическое равновесие здесь Своего не будет Здесь придется брать Потом Если у вас есть еще форточки Мне кажется, у вас теплица Это учеба, друзья У вас теплица самодельная Вот с таких рам Вот как у меня самодельная И мне кажется, что вот там форточка есть Тогда приближаемся к истине А современные теплицы Кто-то и показывали Мне такие присылали фотографии Ни одного Вообще Ни одной форточки И получается душеводка Очень страшно Они не предусмотрели Промуги не предусмотрели Форточки Просто окна Ну, представляете Если на улице плюс 40 Что в теплице будет А 40 бывает Ну, пусть 35 Представляете, что в теплице Поговорили Итак Не трогаем Следующее письмо На фото и видео Персик Позьебродского Из косточки Покупал у Юлия Васильевича В 2020 году Это первое светение Минуточку, минуточку А это письмо, по-моему 10, 23 Ольга, это, по-моему, ваше письмо То есть Это продолжение темы Я тут клинил Вот это Вот это Я переключился на то Что вы не совсем удачно Простили Поспешили Вот Вот это И, скорее всего, это письмо Вот к этой фотографии Вот Тогда Ваш А, ну, то есть Прочитал я про Позьебродского Первое светение Да, наверное, вот это вот есть Теперь Ваш Хасанский В этом году Тоже зацвел И завезем Фото Присю завтра А вы мне прислали Крайне Чернобаеву Вот Крайне, как будто Чернобаев Был такой случай Когда Ладно, мы не будем сейчас дрязгать Потому что Меня уже упрекают Не упрекали А это не ваше Это Чернобаевский Все началось С двухсаженцев Железа Которые переехали К Чернобаеву Моему другу А потом Все остальное И привитые Эссенция Уже Были с первых Моих двух Поэтому Косточки Которые Я брал У Чернобаева Это мои Косточки Это мои Это уже Это внучатые Уже Вот Косточки Но мои Все начиналось С моего первого Веточки Вот такой вот Которая теперь Когда-то Ну, я через то Скажу Да, железов Сотворил чудо Ну, не раньше Обе-то надо Пока Наука Раскачается А официально Меня нет Вот Так вот Выросил Косточки Которые Покупал В 2018 Году А мы Брали Чернобаеву Чернобаев Выросил Из моей Мои Саженцы Собрал С них Тогда Он мне передал Штук 800 А у меня Было 300 Я же Никогда Не укрывал А он Укрывал Разница Огромная Я 300 Своих Продал И то ли 600 То ли 800 Чернобаевских Причем Честно Я говорю Это чернобаевские Это мои А и те И те Из тех Самых Все Начиналось С этой Веточек Так Посмотрели Теперь Я хочу Прочти Некоторые Пояснения Внимание Разве Так Получилось Попробуй Теперь Скажи Мои Не Мои Вот Это Вот Видите Я Выделил Крупным Планом И Сфотографировал Прямо С экрана Просто С экрана Вот это Вот Обратили Внимание Видно Нет Курсов Это Моя Фотография Это Мой Персик Смотрим Дальше Вот Это Моя Фотография Я Ее Перенес Откуда Сейчас Дело В том Что У меня Так Получилось Речь Идет О Временных Рамках О Что Был Случай Когда Одного Человека Я не буду Назовывать Фамилию Он Вонючий Неимоверный Вот Он Начал Торговать Моими Саженцами Якобы Моими Когда У него Не было Саны Торгшими Персиками Вот Его Разоблачил Латинко Его Прямо Разоблачил Вот Тогда Значит Он Громко Заявил Что Уже Звонит Персиков Саны Нету Вот Видите Как Тогда Я Нужен Был Замолчать Потому Что Для Вас Сат Мо Существует Сейчас Покажу Это очень важно Потому Когда Ты Челкнется Когда Ты Укнется Вот Это Архив Вот Это 2017 Год 2007 Год Когда Еще В Моей Жизни Не было Ни Брус Свист Начинаем Отсюда Когда Вот Так Делаешь Смотрите Ничего Не Нажимаем Просто Не Нажал Курсор Навел Все 31 8 2007 Год И Обратите Внимание Тип Элемента И Прочее 1 7 2001 По Датам Смотрите Еще Раз 31 Августа 1 Сентября Это Внимание Дальше 1 Сентября Дальше 1 Сентября Вот Я с персиками 2 Сентября Девочка Даша 2 Сентября Дальше Надо 2 Сентября Ну Еще Одну Девушку Красивую 2 Сентября Вот Обратите Внимание На Тип Элемента Ну Теперь Вы согласны Что это Моя Вот Хоть бы Кто-нибудь Вот Того Было Поставить Против Нас Вот Так Посадить И Сказать Ну Зачем Была Эта Вонь Нужна Что Ужели Что Это Самое Ну Как Сказать Оказывается Чуть Не Мышенник Вот Почему Я Вынужден Об Этому Говорить Объясняю Вы Думаете Просто Так Похвастаться Оправдаться Нет Это Что Это Значит Что Эту Фотографию Она Ну Ко Внимание Украли А Эту Фотографию Украли А Эту Фотографию Вот Украли За 50 Рублей Продают Но Это Не Наши 50 Рублей Это Видимо Это Белоруссия Там Свои Зайчики Они Скорее Все Это Белоруссия Украли Вот Персик Сибиряк Вот Это А Весна Осень Я Посмотрел У них Сайт У них Полно Фотографии Все Из Интернета Что Продают Где Вы Брали Откуда Эти Дрова Ваши Почему Вы Написали Персик Сибиряк Когда Это Персик Хасанский Да Потому Чтобы Слово Сибиряк Сибиряк Персик Сибири Рожден И Действительно Рожден Но Продавая Южная Под Словом Сибиряк Вы Представляете Это Потери Железов Сергей Купил Шесть Штук Выписал С Крыма Как Их Проверять Мы Хотели С них Потом Они Считались Роскошны Мы Хотели С них Ветки Взять Они Пришли С Распустившимися Листами И Ни Один Не Прожил Даже Месяца Рублей По Пятьсот Стоили Сажатся По Тем Ременам Немало Пятнадцатый Год С Крыма Выписал Даже Не Смогли Веточки Взять Чтобы У Себя Начать Эту Работу По Адаптации Вот В чем Дело А вот Это Настоящий Вот Здесь Написано Посадись Отцам Это Это Уже У Нашего Сопронова Моего Помощника По Техническим Делам Так Вот Обращаясь К Винограду Подтвердите Сколько Их Бродит В этом Сколько Именно Эта Фотография Украдена Причем Как Кто-то Один Изменил Название На Сибиряк И Теперь Они Все Сибиряки Люди Самые страшные Верят Что В том числе На Урале Помните Там Я Не назвал Фамилию Он же живет На Урале Вы найдите Спросите Уральцев Которые Торгуют Персиками Где Ваш Сад Персиковый Это Надо Чтобы Торговать Саженцами Сотнями Тысячами Надо Иметь Настоящий Персиковый Сад Где Он В средней Полосе На Урале Хоть Один И тогда Я взял Набрал Как Персик Железа Фото Вот Любуйтесь Ну Там Где физиономия Вот Моя 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 Племенница Украдена Фотография Украдена Фотография Ну Вот Моя физиономия Не украдена Вот Украдена Украдена Вот Это Украдена Она На Росто Да Виноград Вот Это Самое Любимое Помните Машину Майне Свежее И там Она Засветилась Украдена 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 Вот Это Все Одна Подряд Украдена Украдена Не Украдена Только Потому Что Моя Физиономия Так Нет Воровали Даже Нижняя Права Даже Месяц Моя Фирменная Линейка Месяц С ней Крали Я вас Умоляю Ну Научите Каждый Троих Это Так Просто Ведь Как Просто Знаете Как Я Есть Настоящие Вот Смотрю На Эти Красивейшие А Везде Телефоны Я беру Всегда Женский Волосок Я говорю Вы знаете Я так Наполовину Схитресой Но Наполовину Наивно Вы знаете Роскошнейшие Деревья Роскошные То есть Обычно Всего Три Пять На ладошке На тарелке Все Человека Нет Людей Никого Нет Никогда Нет На этих Фотографиях Которые У них На сайтах Немножко Этих Вот Как Здесь У меня Вот Смотрите Видите В синем Ведерке Видите Вот Такая Фотография Человек Штук Десяти Украдено Разможно На других Сайтах Да Я говорю Девушка Пожалуйста Я Не умею Я жилец Я садовод Я сибирь Мне нужны Эти Новые сорта У вас Я вижу Сорта Выдающиеся Их В принципе А я уже Разбирался Их В принципе В природе Наверное Единицы Пожалуйста Умоляю Дайте мне Телефон Садовоза Который Это вырастил Ну что Смеетесь Правильно Смеетесь Сейчас Дали Вот это Вот Опять Учеба Почему Опять Будем Разбираться Мой Брат Юрий Владимирович Элиж Давайте Смотреть Вникать Надо Почему Вы Каждый Из вас Или Как еще Где-то Есть На сайте Они Везде На каждом Сайте Есть Как бы Специалисты Их обычно Не больше Двух Трех Вот У них Многих Есть За плечами И Вузы Сельхоз Вот Многие Себя Экспертами Называют Так Серьезно Эксперты Вот Хотя Непонятно Правда Никакой Наверное Нету Разницы Эксперт Закончил Вуз Или Самоучка В любом Случа Они Делают Так Вот Берет Видит И Знаете Как Вот Вы Слышали Эту Празу Значит Люди Знают Что Россия Родина Сладно Да А что Вы Не верите Что Мы Же Эти Самые Синдии Выходцы Россия Родина Сладно Мы же Олицы Да Но я же Ничего не выдумал Кто-то Когда-то Какой-то Идиот Сказал Что мы Вышли С Эта Слава Из Индии А Не Слышали Какой-то Идиот И мы В школе Проходили Эту Мы Двигались Двигались Пока оказались На берегах Дуная Пол Германии Современной Это Славяне Но Вышли Там Мы с Индией Россия Родина Сладно Понимаете А что такое слон Берем Закрываем Я говорю Как хочу Отключайтесь Ребята Но я вам сейчас Поясню На этом примере Вы знаете Знаменитый Прекрасный Пример Например Классический О том Что Если Человеку Завязать Глаза Подвести Ему К слону Кто-то Нащупает Хобот И Ему Скажут Угадай Кто это А он Только Хобот Нащупал Кто-то Ногу Кто-то Извините Яйца Я уже Так Утрирую И никто Не может Угадать Что это Слово И вот Такие Люди Якобы Специалисты Они Берутся Найти Причину Почему Вот это Несчастный Персик Мертвый Ну давайте Здраво Рассуждать В свете Вот этого Вот Дураку Понятно Что это Человек Купил его А это же Мы тут Ни при чем Нас-то Нет Железов Нет Железова Нет Моих Этих Учеников Нет Это сайт Для других Людей Это те Которых Обувают И заставляют В этих Чтоб покупали Ядохимикаты Поняли Для чего Сайт Это нужно И дальше Итак Вас Сходу Полына Скажет Да это Юг Он замер Чертой мать Это же Персик Какая Средняя Полоса А что Мы знаем Про Происхождение Читаем Попугай Это Ладно Не буду Пусть живут Убираю слово Попугай И вот эти Фамилию убрал Брат мой Знает Некто Манилес Убивает Ваш Персик Обработать Хорусом Или Агролек 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 Вот этот Человек Или дурак Или наемный Персик Вот смотрите На заднем плане Прекрасно Развитое Зеленое дерево Что неужели Непонятно Что персик Мертвый Нашел причину Манилес Вы представляете Гриб Абсолютно Безобидный Мне придется Еще раз 500 Или 1000 Повторять Если у нас Будет 500 Вебинаров Я 500 Расскажу Манилес Абсолютно Безобидный Гриб Который Начинает Работать На 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 Мертвичины Здоровое Дерево Ни одну клетку Никогда не съест Не по зубам Только Мертвое Значит Сперва Это дерево Погибает Потом Берется за него Маниле Гриб И не только Маниле Но человек У него Убитого То он Как бы Слона Подержал За яйца Пытался Понять Держать за яйца Что это за живот Так и тут Вот и получается Обработать Хорсом И Вы-то Теперь Понимаете Что Хоть заобрабатывать Возьми его Залей Вот прям Залей Вот так вот Прям Душ Такой Устрой И что Теперь Да ничего Дальше Это еще Срезать Все пораженные Ветки Один Один Сорт Отходит Остальные Как У вас То есть У человека Тоже Южные Персики И не Было бы Заморозков Ночных 24 Минус 24 Были Они Ну Это Мертвого Припарка Вот так Вот Согласны Даже У нас На севере Это Следующий Автор На севере Краснодарского Края Они Долго Не живут Я не смогла Вырастить Ни того Да потому Что В Краснодарском Крае Все Сделано Для того Чтобы Они не жили Существует Южная Агротехника Вот Деревья Неправильная Берется Персик Отрезается До высоты Метров Все ветки Остальные Полежаются Вот Водой Заливаются Каждый Весон Начинается С этого С Якобы Манерез Надо Предупредить Вот Я Все Сделал Для того Чтобы Только Приедет Он Хоть С юга Краснодарский Край Могли бы Продержаться Хотя Но По Курдимову 5-6 лет Дальше Не живут Я Давно Считаю Что Я уже Нашел Все эти Причины Но Те Которые С Сибири Переехали Настоящие Мои Или Моих Учеников Они Почему-то Живут Персики Следующий Автор Персики Не для Нашего Региона Он Вызрить И то Не успеет Ему Нужен Ташкент А Это Значит Дело Было В Рязани Дело Было В Рязани Поняли Да В Рязани Ух ты В Рязани Это Рядом С Полярным Кругом У кого Тройка По Географии Помните Рязани Это Рядом С Нариском Я Шучу Разве Что Время Потерять Деньги Афилистам Готовы Продать Посадочный Материал Прот Проди Бесось Вы Помогли бы Чтобы Их Не было Изгнать Их В Думу Пролезть Приготовьте Этот Нельзя С юга На север Перевозить Это Верно Смерть Но Все равно Вы Не Специалист Здесь Нужен Ташкент Извините Вы Сибирики Вас Персик Теплолюбивый Недолговечный У нас на юге И то Периодически Подмерзает Обновляем Все Ребята На Кой Черт Нужен Персик Который Живет 4-5 Лет Вот Это Самое Редко Один Плодоносит Сажаем Молоденький Или Косик Даже Ставрополь Перешки Не Расут Ну Ребята Ну Мы Я Вас Учу Ну Сколько Можно Так Вы Че Советы Даете Жители Ставрополя Теперь Не Должны Выращивать Рязани Не Должны Вращ А Вот Тот Самый Этот Самый Зачем Вы Персик Посадили В Рязани Это Специалист Который Нас Братом Взялся Учить Представляете Я Ув не Буду Фамилию Это Опять Вот Небудь Поэтому Тут Как Б Нет Будем Считать Что Он Представляет Целый Класс Таких Специалистов Зачем Вы Персик Посадили В Рязани Кто Живо Судов Умело Потом Кричите Караву Это Что Какого Хрена Ты Нас Учишь Братом Если Ты Оказывается Не Знаешь Что Рязани Персика Может Расти Что Они Давно Персик Сибиря Тот Сам Это В В В В В 2007 Год А Сейчас 23 Год Родился Он У Меня 2001 Году С Того Самого Замерзшего Персика У Той Самой Пенсионерки Из СИЗО Я Рассказывал А мне Еще Кто-то Говорит Нет Это Брунского Это Он Мамкутский Услов Вот Клянусь Богом Клянусь Тем Что Если Я Вас Обманул Пусть Мой Сад Весь Дохнет Я Не Боюсь Этих Слов Потому Что Вот Эта Веточка Из Поселка Седьмого Зимой 2021 Года Была Отрезана От Замерзшего Дерева И Теперь Она Идет На Украине Сколько Их Вот Это Очень Важно Это Я К чему Говорю Ребята Не Верьте Этим Учителям Тронешь Их Вонь Молчишь А у Них Миллионы Просмотров Лучше Без Ато